здравствуйте 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 доброе утро доброе утро сегодня у нас необычный эфир я попытаюсь сегодня выйти совместно с двумя подростками воспитанники воспитанниками двух детских домов астраханской области сейчас мы ждем чтобы послал мне запрос послал запрос настя моя тезка я вот проверяю какой ник с какого ник она будет посылать запрос сейчас я посмотрю послал ли она спасибо скажите слышно меня пока нету запроса пока нет запроса ждем немножко расскажу вам я сотрудничаю с благотворительным фондом бюро добрых дел и вот мы задумали вместе такое совместный прямой эфир с ребятами детских домов сейчас я жду чтобы они послали мне запрос и выведу их в эфир чем-то нет пока запроса пока запросов нету она не пропустить мне их ники немножко пока что жду запросов пока расскажу вам чем заниматься бюро добрых дел бюро добрых дел это благотворительный фонд который занимается детьми из детских домов взрослыми детьми не маленькими младенчиками взрослыми которые уже выпускники которые выходят во взрослую жизнь и должны быть по идее адаптированы к социуму адаптированы готовы ко взрослой жизни но как ни странно вернее наоборот это совершенно не странно наоборот закономерно они не очень к этой жизни взрослой готовы в социальном плане потому что у них не было не было примеров перед глазами да как в нормальном социуме живет семья то есть мы когда мы растем в обычной семье да мы видим как мама и папа ходит на работу например покупать продукты в магазине как они договариваются встречи и вовремя туда идут там не знаю к дантисту например как они готовят еду то есть всем всеми все эти навыки социальные которые для нас совершенно как бы естественно да и не вызывает у нас никаких но никаких ну как бы вопросов да для них это не естественные навыки и им приходится учиться элементарным вещам вот чтобы их подготовить к социальной нормальной жизни существуют разные программы которыми занимается бюро добрых дел также они их готовят к профессиональным смысле то есть устраивает их на курсы каких-то профессий которыми можно научиться сразу после школы например мастер маникюра парикмахер ну все чему можно не обладая высшим образованием как бы профессиям которым можно научиться так сейчас еще раз посмотрю что тут у меня пока не выходит на связь наша девочка настя почему-то прошу прощения что так торможу просто я боюсь пропустить запрос пока не пришел ко мне наша девочка это колова да пошли другой ник сказали мы сказали вера src с этого аккаунта она выйдет да надо надо вывести а колова 1984 правильно этот ник сейчас вывожу секунду так надеюсь интернет нас не подведет связь не подведет доброе утро доброе утро как у тебя настроение как дела немножко запуталась я с никами из которого ты должна выходить за аккаунтом слава богу которые забрались давай я тебя представлю с нами с нами она стать Настя ей 14 лет из Астраханской области правильно мне сказали что ты мечтаешь быть актрисой это так и и в связи с этим у тебя есть вопросы какие-то ко мне если ты же актриса и так же ты собрала вопросы у других ребят и сейчас будешь мне их задавать все верно я тебя немножечко плохо слышу чуть-чуть погромче говори ладно чтобы тебя мы слышали хорошо ну что задавай вопросы какие у тебя есть я с удовольствием на них отвечу я захотела задать вам который вы актриса театра и кино или посттеатра ну смотри вообще есть театральные институты которые выдают дипломы когда ты заканчиваешь ты получаешь диплом и там написано что ты актер театра и кино но по-разному складывается у актеров судьба кто-то больше в театре работает кто-то больше в кино снимаешь кто-то и там и там успевает у меня сложилась так судьба что я больше по карьерам я сложилась в кино хотя у меня тоже есть опыт работы и в театре но у меня роман с кино сложился у меня более 40 фильмов и сериалов вот поэтому я себя называю больше конечно киношной актрисой но это не значит что театр тоже исключается просто так у меня лично сложилось а вообще когда актер заканчивает театральный институт он может после этого и в театре играть и в кино вот так почему вы решили стать актрисой какая ваша детская мечта была мне мне не сказать что это была моя детская мечта там с глубокого-глубокого детства я была не артистичным ребенком так то есть когда например все мои там одноклассники или в детском садике одногруппники под елку читали стихи я не любила этого делать я была достаточно замкнутая девочка ну вот совсем в юном возрасте маленькая когда я была я не любила когда на меня смотрят мне было непосторно мне рвалась публики но в последнем классе школы по-моему или в предпоследнем в десятом в одиннадцатом классе я попала в театр ну как зритель просто который произвел на меня очень сильное впечатление и вообще тогда я хотела поступать на журфак быть журналистом и готовилась к поступлению на журфак но когда я попала в этот театр театр мастерской на меня это произвело такое впечатление и у меня все перевернулось просто в мировоззрении в сознании и я стала сначала просто туда ходить часто мне так понравилось что я туда ходила 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 и потом кто-то из моих учителей в школе подал мне такую идею что мне так нравится театр что может быть мне нужно быть актрисой поступать на актерский и я сначала как бы сказал нет ну что вы где там они эти актеры где я несчастная какая-то девочка но эта идея как-то заранилась в мое сознание и как-то так случилось что а я тогда училась в биоклассе вообще даже это было не в десятом классе в восьмом девятом и я училась в биоклассе как-то странно хотела быть журналистом но училась в биоклассе в общем как-то это было так спутано у меня и одна из учительниц предложила мне такую идею пойти учиться в театральную школу с театральным уклоном я в результате таки пошла в школу правда я училась на обычных уроках в обычной школе туда ходила просто на дополнительные занятия как в театральный курс и вот в этом театральном кружке нас готовили к поступлению в театральный институт мы учили прозу, басню, стих то есть это то что нужно для поступления и как-то так вот постепенно-постепенно я пришла к тому что я морально уже была готова к тому чтобы попробовать поступить в театральный институт то есть это все как-то так вот произошло в последних классах школы постепенно Это не было моей мечтой, там, с детского сада, скажем так. Вот. И потом я начала поступать. Я не с первого раза поступила. Я поступила только с третьего раза. Но когда вот я уже начала поступать, я уже точно знала, что я хочу быть театральной, я хочу быть актрисой. Я готовилась и перед этим, и в процессе тоже готовила. С первого раза не поступила, я продолжала подготовку. Со второго раза я не... Я почти поступила уже, ну, второй раз. Но, опять же-таки, в последний момент провалилась. Но вступительных экзаменах. И только с третьего раза я поступила в театральный институт. Вот. Так что, отвечая на твой вопрос, нет, я не мечтала об этом, будучи совсем крошечной девочкой. Уже достаточно взрослой школьницей я была. Тогда я поняла, что я поступила в театральный. Хорошо. Какая у вас была самая необычная роль? Самая какая роль? Обычная. Обычная или необычная? Необычная роль. Сейчас дай подумать. Наверное, самая необычная роль как раз у меня была в театре. Хотя у меня в основном все мои роли так сложились, что киношные. Но я 10 лет назад переехала жить в Израиль. И не имея никакого, по большому счету, театрального опыта, кроме дипломного спектакля, меня пригласили играть здесь, в Израиле, в театре. И не просто в театре, а на ибрите, на котором я достаточно плохо разговаривала к тому моменту. И мне пришлось выучить всю роль просто наизусть. То есть я языком не особо владела, но выучила наизусть просто вот звуки. Ну, как бы, как звучит моя роль. Это было, конечно, еще необычно, очень волнительно, естественно. Потому что, когда ты на русском языке, на своем языке забываешь слова, ты можешь, ну, как-то выиграть, найти другие слова, сказать что-то другое, ну, как-то выйти из положения. А когда ты на другом языке играешь, на котором ты не очень владеешь, если ты забыла слова, то все, ты забыла все на свете. У меня, конечно, было очень страшно, очень. Ну, то есть ты не так-то волнуешься перед выходом на сцену, даже на своем языке. А тут было волнение не то, что вдвойне, втройне забыть слова. И еще у меня было волнение, что мои партнеры что-то перепутают, потому что, опять же-таки, когда твой партнер что-то другое немножко говорит, и ты можешь, опять же-таки, выйти из положения и как-то там, ну, обыграть это. Я понимаю, что если мои партнеры что-то перепутают, и я буду отвечать тому, вот как я выучила, то тоже это будет, ну, коллапс. Поэтому это была, наверное, самая необычная, самая волнительная, самая сложная моя роль. В Израиле, в театре Гешера, мы играли русскую пьесу Васа Железнова. Горького. Ну, слава богу, мы играли целый год, целый сезон, и никто ничего не перепутал, я слова не забыла, мои партнеры тоже ничего не забыли. И, слава богу, все спектакли были прям вот как по маслу. Но это было очень тяжело. И я никогда этого, конечно, не забуду, такой опыт. Класс. Интересно у вас. Бывали моменты, когда вот в русском кино вы забывали текст? Ну, в кино, ты знаешь, это не страшно. Конечно, в кино много раз было, когда ты забываешь текст, и партнер, например, тебя смешит, и ты в кадре колешься. Колешься – это когда начинаешь хохотать. Ну, много чего, но просто кино в этом смысле гораздо проще, чем театр, потому что можно снять другой дубль. То есть ты дубль запорола, или твой партнер запорол, что-то пошло не так, и в любом случае в кино делается несколько дублей. Поэтому в кино это не страшно, когда забываются слова. Гораздо страшнее, когда в театре. Вот, поэтому в кино, конечно, было много всяких смешных случаев, когда там что-то падало сверху, кто-то что-то забывал, путал, по задним укламу ходил там и так далее. Но в кино это всегда как бы можно переснять. Поэтому я в этом смысле тоже больше люблю кино, потому что оно такое, ну, ты можешь переделать. И от этого немножко комфортнее себя чувствуешь, увереннее, когда можешь попробовать несколько раз. Поэтому для меня тоже театр немножко такое... Ну, мне страшно там. Я слышала, что есть какая-то поговорка или пословица. Почему говорят, что актер служит в театру? Есть, да, такое актер служит, а не работает. Потому что, мне кажется, вообще, в принципе, любое искусство, и театр в том числе, оно требует очень большой самоотдачи. То есть, если ты... И вообще, в принципе, работа актера, ее сложно назвать работой, потому что это такая работа, ну, от души идущая и требующая всего тебя. То есть, это не то, что ты пошел там, отработал, как в офисе, там, с утра, там, с восьми, с десяти, и до шести, ну, все, и не забываешь. Это творчество, оно как бы все время к тебе живет. То есть, когда ты, например, работаешь над роликом какой-то, ты не можешь над ней работать, там, от звонка до звонка. Она, этот процесс, практически, уже все время в тебе происходит. И очень сложно от него отключиться, и практически невозможно. Поэтому, ну, как бы, некоторые говорят, что в театре-то там, говорят, что ты служишь в нем, да, потому что ты полностью, полностью вся твоя голова, все твое существо отдано творчеству процессу. И невозможно это воспринимать просто как работу. К тому же работа, это зачастую, если ты не суперзвезда, ну, мало, ну, как бы, не очень, как бы, супер-пупер оплачивается, да, то есть, понятно, что звезды зарабатывают достаточно большие гонорары, но если ты не очень большая звезда, ты не так уж и много денег за это получаешь, за эту работу, а при этом работаешь, ну, все время, 24 часа в сутки, потому что ты постоянно думаешь о роли своей, да, ты думаешь, какие-то моменты подлавливаешь в жизни, берешь их себе в актерскую копилочку, есть тоже такая, такой термин, актерская копилочка, то есть ты там как-то отреагировал на что-то в жизни, думаешь, о, вот эту реакцию надо заполнить, положу ее к себе в актерскую копилочку, не знаю, какие-то положительные моменты, отрицательные моменты, ты всегда подлавливаешь себя на каких-то, ну, реакциях, что ли, да, и запоминаешь их, вот так вот, оказывается, можно сыграть там, когда я разволновался, когда я расплакался, когда я расстроился, то есть ты все время-все время находишься в процессе, как бы, работы, поэтому не только в театре, а вообще любой творческий человек, он, ну, как бы, служит своему делу, художники, музыканты, то есть они в любой момент поэты, да, в любой момент может прийти что-то в голову у музыканта, там, композитора, какая-то музыка, он идет в среди ночи, в три часа ночи просыпается, записывает быстренько, поэту могут прийти какие-то строки во время там семейного ужина, он на салфетке быстренько записывает, то есть творческие люди, они находятся в творческом каком-то таком потоке постоянно, поэтому это немножко необычная работа, не такая, от которой ты можешь там отключиться, а потом опять к ней подключиться, ты, как бы, все время находишься в таком лодочке творческих эфиры. Я так понимаю, у вас было такое, что вы играете, играете, и потом уже после кино весь день вы находитесь в этом состоянии. Ну, это, кого вы играли? Ну, конечно, когда особенно роль какая-то, во-первых, большая, главная, во-вторых, ну, сложная, скажем так, да, не простая, там, не просто пройти туда-сюда, а когда нужно сыграть что-то изнутри, то, естественно, трудно очень выскакивать из этого. И очень часто актеры, когда у них какой-то большой проект, какая-то большая роль, и им не свойственная, да, они в нее погружаются, и в течение всего там съемок в ней находятся. Еще гораздо сложнее, когда иногда у актеров бывает 2-3 проекта параллельно, бывает, например, роль в театре и роль в кино, или там 2-3 роли в кино, то есть часто бывает, что актеры же играют не одну роль единовременно, а как бы несколько ролей. И понятно, что ты в это все погружаешься, и немножечко, почему такие актеры считаются, что они такие сумасшедшие? У них иногда бывает немножко такой раздвоенничество, потому что ты можешь быть сам по себе по складу характера, там, одним человеком, а играть совершенно другого. И поэтому это требует тоже немножко такого как бы раздвоения личности, да, когда ты сам по себе один человек, а все время находишься в каком-то эмоциональном состоянии другого человека. И ты должен уметь в любую секунду вам вытащить его из себя, да, то есть на съемочную площадку, и там по сигналу начали, на команде начали становиться совершенно другим. Поэтому легче немножко даже не отключаться от этого персонажа, хотя кто-то предпочитает наоборот стараться отключаться, кто-то наоборот погружает себя в это состояние, и там в течение месяца, не знаю, стрижет голову, ходит куда-нибудь там в психушку. Иногда, если роль какая-то для этого требует каких-то неуравновешенных людей, потому что часто играешь же, ну, и драматургия, и киноматограф, они же не интересуются просто обычными людьми. Актеры же не играют просто, ну, обычный человек встал, сел, поел, и ничего с ними не произошло. Драматургия, она предполагает, что с человеком что-то происходит, какие-то внутренние потрясения. Поэтому ты все время находишься в этих внутренних потрясениях, когда ты играешь кого-то, загружаешь их в себя. И поэтому это, конечно же, очень сильно влияет на обычную твою жизнь и на обычных людей, которые вокруг находятся. Поэтому считается, что с актерами сложно жить, потому что они все время в каком-то раздрае творческом. В творческом раздрае они играют со своей психикой. Вот, поэтому, ну, вот, человек-актер, а его вторая половинка, там, муж или жена, не актер, то им очень сложно иногда с ними жить, потому что живешь немножечко таким с психованным человеком. А когда два актера вместе живут, ну, это вообще отдельная история. В принципе, часто очень тяжело актерским парам, потому что они эмоциональны очень, у них как бы расшатанная психика, они психикой работают. Поэтому психика у них расшатанная, нервные люди очень, артисты часто. Вот, поэтому актерские браки, они всегда такие, ну, непростые, непростые, нервные. Так что готовься морально, будешь выбирать себе мужа, выбирай спокойного человека. После какого класса можно пойти и куда учиться, сколько надо учиться? Просто вообще никто не может ответить на вопрос. Это важный вопрос. В актерских институтах, вузах учат 4 года. По-моему, если я еще не забыла. 4 года. Да, я училась, 4 года мы учились. Всего основных вузов, например, в Москве 5, но плюс еще есть разные частные, еще какие-то такие сякие. Ну, таких основных, оставшихся с советских времен, государственных больших вузов, у нас традиция российская брать театральные институты как у молодых людей как можно более юного возраста. Очень любят, когда в 15-16 лет бывают ребята. Например, западные институты наоборот. Там как бы в театральные школы идут люди уже с опытом. Ну, как бы это логично, да? То есть, что ты можешь в 15 лет там сыграть? Ты еще ничего не пожил, у тебя нет никакого опыта, который ты можешь в профессии проявить. А у нас наоборот считается, что чем длиннее ты возьмешь человечка, тем больше ты в него сможешь там вложить, научить его каким-то эмоциональным вещам. Ну, как бы есть сторонники и такого, и такого. Такой-такой теории. Ну, как бы у нас вот так. У нас любят, чтобы пораньше поступали. Поэтому очень люди, когда, например, молодые люди заканчивают, ну, школьники даже экстерном, например, школы в 15-16 лет уже идут поступать. Потому что в 18-19 для девочки уже типа староватые. Ну, не староватые, но взрословатое. А в 20 это вообще, то есть вообще, то есть если ты скажешь, что тебе 20 лет, тебя даже, мне кажется, там на порог не пустят. Ну, и образно, конечно, пустят. Для мальчиков немножечко посмещается это. То есть мальчики, в принципе, в 18-19 еще ничего, котируются. А девочкам лучше поступать как можно раньше. То есть вот только ты закончила школу, сразу же, если хочешь поступать в театральный институт, сразу же подавай документы на то, чтобы поступать в театральный. Конкурс в театральный институт изначально очень большой. Но этого не надо бояться. Надо быть к этому просто морально готовым. Не пугаться, что изначально. Но на моменте подачи документов, даже до подачи документов, там идет несколько туров, еще даже без документов. Там конкурс, там, не знаю, тысяча человек на место. Но они очень быстро отсеиваются. И к моменту, когда уже нужно подавать документы, уже, конечно, гораздо меньше народа претендует на одно место. Ну, просто, конечно, актерская профессия – это такая профессия мечты. Любая девочка хочет быть певицей, актрисой, блистать на обложках, журналах, быть звездой. Поэтому, конечно, в театральный институт – вау, просто вау народу. Но на первых этапах очень большое количество народа отсеивается, людей, которые, понятно, что просто так пришли, как бы они еще не понимают, как бы куда они пришли, зачем и что нужно делать. Вот, поэтому я советую серьезно готовиться к вступительным экзаменам. То есть, что нужно сделать, в чем состоит подготовка. Во-первых, нужно читать отрывки, прозаические прозы, стихотворные стихи и басену. Иметь их несколько разных. То есть, несколько прозы, несколько стихов. Ну, там, басню можно одну-две. Что, как бы, вступительный, когда ты поступаешь, что приемная комиссия хочет от тебя, ну, как бы, тебе разглядеть, да, когда ты читаешь эту прозу и басню стих. Когда ты читаешь стихотворение или какой-то прозаический отрывок, они хотят, конечно, видеть в тебе артистизм, какую-то открытость, эмоциональность, да, то есть, когда ты читаешь какой-то свой, вот этот материал свой, ты должна проявить, ну, свою, как бы, эмоциональную подвижность, да, то, что ты не просто там бум-бу-рум-бу-рум-бу-бум, некоторые, ну, как бы, по сути, я три раза поступала, поэтому я видела разного всякого на своем веку, то есть, и были такие люди, которые даже справочник читали. Они им сказали прозу прочитать, а они читали, как бы, отрывок из какого-то справочника. То есть, когда мы читаем прозу басню стих, нам нужно проявить свои эмоции. И еще важно подбирать материал под свой типаж. То есть, если ты, например, выглядишь, как девочка лирическая, а ты выглядишь, как лирическая девочка, да, то есть, тебе нужно выбирать какие-то под себя подходящий материал. То есть, не читать там какой-то монолог 50-летней толстой женщины, а под свой типаж выбирать себе, ну, и тоже под свое внутреннее состояние. Выбирать материал. Ну, например, там, монолог Наташи Ростовой. Или, ну, что-то такое, да, какие-то чеховские, может быть, героини. Там много у него есть такого плана. Молоденькие, наивные. Вот. Когда читаешь стихотворение, то там уже можно проявить какие-то глубинные свои драматические, как сказать, таланты. А когда басню ты читаешь, то, конечно, басня – это абсолютно артистизм. То есть, ты должна провести свой артистизм, как ты можешь обыграть там героев, которые в баснях, ну, как бы, говорят. То есть, насколько ты артистична. Вот. Я надеюсь, я помогла тебе своими советами, и не только тебе, все, кто нас слушает, тоже хочет поступать театральный институт. Давай последний вопрос, потому что у нас уже прошло полчаса эфира, и мы дальше должны подключать Андрея. Так что я готова ответить на последний вопрос, и будем прощать. Если честно, больше вопросов нет. Я была очень рада с вами поболтать. Вы дали очень важные советы, которые мне очень пригодятся. Спасибо тебе большое за эфир, за то, что ты смелая такая, вышла и не побоялась задать свои вопросы. Я тебе желаю удачи. И главное, если это действительно твоя мечта, что-то может не получаться. Это такая профессия, когда не всегда все получается, но с первого раза. Главное, не сдаваться. Как правило. Если ты веришь в свою мечту, иди до конца. Вот тебе мой пример, человека, который трижды поступал в театральный институт, и которого очень часто потом не брали на какие-то роли, мечты, на которые бы я хотела сыграть. Но это все издержки профессии. И не надо сдаваться. И если ты действительно хочешь и веришь, то пробуй много раз. Не важно, кто тебе что будет вокруг говорить, что это все ерунда, лучше быть бухгалтером. Или еще какой-то земной профессии. Если действительно это твоя мечта, если ты действительно хочешь быть, посвятил себя этому делу, то не сдавайся и пробуй много раз. Спасибо большое. Хорошего дня и хорошего настроения. пока. До свидания. Так. А сейчас мы Андрея присоединим. Андрею 15 лет. И он тоже воспитанник Дома Астраханской области. Сейчас я ник попробую выцепить из всех запросов. Господи, идите за просто искать. Луч Вика 85 в нас должен быть. Луч Вика 85 Шлите мне запрос, чтобы вывести Андрея в прямой эфир. Так, 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 так. Прошу прощения, сейчас у нас тут, видите, такие сдержки. Сдержки, сдержки производства. Давайте пока поотвечаю на вопросы. Пока я не вижу запроса от Андрея. Вот, например, вопрос. Какие роли вам больше нравится играть? Драматические или комические? Если честно, наверное, все-таки комедийные, потому что это самое сложное. Вообще, в принципе, сыграть так, чтобы было смешно, мне кажется, для актера это самое, сам, рассмешить зрителя, это одна из самых сложных задач, то есть не самому ха-ха-ха смеяться, да, а, ну, как бы, сыграть так, чтобы зрителя рассмешить самому, при этом, оставаясь в своем образе, да, в серьезном в каком-то. Поэтому, ну, и вообще, я, в принципе, люблю жанр комедии, мне кажется, он для актера самый такой интересный, потому что он самый сложный. Драматических фильмов удачных, гораздо больше, чем комедий, и потому что действительно, ну, драма, она у нас у всех есть внутри, и ее легко выплеснуть, мы всегда что-то внутри переживаем, что-то, какая-то боль есть всегда внутри, а вот именно родить такие вот эмоции в зрителях, как смех, это на самом деле с актерской точки зрения самый такой высший пилотаж, самая сложная задача, а актеры, они любят сложные задачи, им тем сложнее, им тем интереснее, поэтому мне, несмотря на то, что я люблю драму, и как актриса, и как зритель, комедия, это все-таки самый-самый такой хай-хай, хай-топ, сложная задача, и тем самым, и поэтому она самая интересная. так, и что-то я не вижу вот никак, отзоветесь, пожалуйста, у Андрея Ник Пономарев, но мне вчера сказали, мы списывались с учительницей, с педагогом, что Андрей выйдет с аккаунта лучвика.85, неправильно? Вот Пономарев, 0,1, 0,1, 0,7, да? Его надо присоединять? Да? Тоже поменялось. Хорошо, поняла, сейчас я его буду искать. Секундочку. Вот, вижу. Так, Андрей, сейчас попытаемся вывести в наш эфир. Ждем. Хорошо, ласка. У меня отлично, я рада, что у нас получается все, все, мы в коннекте. Спасибо тебе, что ты согласился сегодня провести со мной прямой эфир вместе. Я знаю, что ты тоже мечтаешь быть артистом, и ты читаешь рэп, это правда? Мне сказали, что ты рэп читаешь? Да. Я не бойся, я не буду тебя сейчас просить ничего почитать, но ты тоже творческий человек, да? Да. Давай с тобой поговорим о творчестве, какие-то у тебя есть вопросы, ты подготовил тоже, задавай, я отвечу. Первый вопрос, сложно ли было освоить эту профессию актера? Ой, чуть-чуть погромче, спроси, пожалуйста, не слышите. Сложно ли было освоить эту профессию актера? Как можно ее освоить? Сложно ли было? Можно ли было? Ну, смотри, я вот уже немножко расскажу. А? Сложно ли было? А, сложно ли было? Ты знаешь, как тебе сказать? Конечно, сложный, конечно, эта профессия непростая, но кому-то там сопутствует удача, кому-то через тернии к звездам она дается, но в любом случае, несмотря на кажущуюся легкость, да, со стороны, кажется, ну, что там такого, актер вышел, там, что-то с лицом посветил и отлично все. Несмотря на кажущуюся, может быть, со стороны легкость, это очень сложная профессия. Сложность, во-первых, в том, чтобы действительно пробиться, чтобы заявить о себе, потому что очень много людей во всем мире, там, да, творческие, действительно талантливые, считают себя талантливыми, хотят себя проявить, как там актеры, как певцы, как артисты, музыканты, еще какого-то жанра. И, конечно, очень сложно конкурировать, очень большая конкуренция на этапе поступления в театральный институт, и потом уже на этапе, когда нужно пробиться куда-то на телевизор или там на сцену. Это все, конечно, очень сложно, очень сложно конкурировать, очень сложно все время доказывать, что ты достоин, потому что человек какой-то обычной, такой земной профессии, он один раз пошел там на собеседование, его взяли на работу, и он работает. А актер, он должен постоянно доказывать, что он достоин, что он интересен, то есть он там написал одну песню удачную или сыграл одну удачную роль, ну и все, дальше опять ты должен доказывать, опять ты должен идти на пробы, опять ты должен записывать, опять ты должен сочинять, придумать, ну смотря у кого что, да? То есть ты постоянно находишься, даже самые суперзвезды постоянно находятся в таком вот в тонусе, что они должны, ну вот как бы все время доказывать, 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 делать что-то новое, новые, новые работы, новые роли, новые песни. То есть если ты останавливаешься и такой, ну, я уже такой всего добился, то очень быстро о тебе забывают. Ну, если ты там не супер-пупер, не Мэрилин Монро или Одри Хепберн, ну, таких единицы. А уж тем более, когда ты только начинающий актер, артист, певец, музыкант, ты должен пробиться еще, да, как бы доказать сначала, что ты вообще хоть что-то там можешь и хоть что-то там кому-то интересен. И потом все время поддерживать этот интерес публики, интерес зрителей. В этом, конечно, сложность, потому что большая конкуренция, очень много вокруг тоже талантливых людей, и ты должен найти свою какую-то изюминку, почему именно тебя должны слушать, смотреть, а не других артистов. В этом сложность. Но в этом, наверное, и интересность этой профессии, да. То есть ты все время находишься в каком-то творчестве, в поиске, ты все время можешь и так, и сяк проявить себя. Поэтому она, с одной стороны, конечно, сложная, а с другой стороны, она как бы легкая, потому что это дело, если ты этим занимаешься, это действительно дело твоей жизни. Ты занимаешься тем, что тебе действительно нравится, и ты действительно любишь. В этом легкость. Потому что есть люди, которые занимаются своей работой, ну, просто чтобы заработать денег, им не очень нравится их работа. А нам, актерам, хорошо, потому что мы свою работу любим. И несмотря ни на какие сложности, мы получаем удовольствие от процесса, и в этом как бы ее легкость. Вот, поэтому эта профессия такая двоякая, она и сложная, и легкая. Ну, наверное, как в принципе, наверное, в любой профессии есть какие-то плюсы, минусы, сложности, легкости. Вот, поэтому такого нет однозначного ответа на твой вопрос, сложно ли было. Было, конечно, сложно, но очень интересно и доставляло большое удовольствие. Спасибо. А почему вы решили именно эту профессию выбрать? Ты знаешь, она меня сама выбрала. Знаешь, не знаю, родители не выбирают, также профессию в этом смысле не выбирают. А актерская профессия, она, ну, у тебя, вот у меня было такое ощущение, что я просто, ну, не могу ничем другим заниматься. Не хочу, не могу. Я даже, может быть, рада была бы свернуть с этого пути какие-то сложные моменты, но я понимала, что это моя судьба, мое призвание. Ты просто это чувствуешь. У меня не было такого, что я села такая, думаю, так, кем мне быть? Ну, вот этим вот так, этим всяк, этим вот так хорошо, этим всяк. Выберу-ка я актерской, профессии. это произошло как-то само собой, и у меня такое ощущение, что, ну, она сама меня выбрала, эта профессия. Она меня выбрала и не отпускает. Даже тогда, когда у меня были и есть сейчас там долгие перерывы, я много не снимаюсь, потом снимаюсь, все равно у меня внутри, чем бы я ни занималась, и какое бы другое занятие на первый план бы не выходило в моей жизни, все равно у меня четкое ощущение внутри, что мое призвание, оно во мне живет и ждет меня, даже когда у меня перерывы. И я все равно ощущаю себя актрисой. Вот когда ты чувствуешь такое, что это не... Ты можешь быть, как Виктор Цой, кочегаром, да, какое-то время, зарабатывать чем-то другим, у тебя все равно внутри живет вот это ощущение, что ты артист, и это дело в твоей жизни. Вот когда есть такое ощущение, то значит, это твое, и у тебя не возникает вопросов, надо ли мне это, не надо. даже если ты какой-то этап в своей жизни отдаешь какому-то другому делу по каким-то обстоятельствам. Спасибо. А о чем бы вы хотели предупредить тех, кто собирается поступить на такую же ситуацию? Еще раз скажи погромче. А о чем бы вы хотели предупредить тех, кто поступает на такую же ситуацию? Предупредить бы, я хотела, конечно, о том, что это тяжело, правда. Это не просто, это не та профессия, когда ты думаешь, что ты ничего такого не делаешь, и получаешь много денег и славы. Это точно вообще не про это. До того момента, когда к тебе придут деньги и слава, будет очень много, будут тяжелые времена. Хотя, конечно, бывает у кого-то достаточно быстро выстреливает человек, да, но, опять же таки, это такая профессия, которая даже, если ты выстрелил вдруг неожиданно быстро и тебе повезло, не факт, что потом всю жизнь тебя будет вести. Есть много-много примеров очень известных актеров, музыкантов, которые сначала, наоборот, выстреливали очень рано, даже в детстве, Макалей Калкин, да, например, а потом у него очень там судьба неудачно сложилась. Были наоборот люди, которые всю жизнь пытались, 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 и только к старости становились там звездами, успешными. Не обязательно звездами, но какими-то самореализованными, успешными актерами. То есть это такой путь непростой и непредсказуемый. И ты такие горки. То есть у тебя может быть сегодня успех, а завтра опять не успех, потом опять успех. И никогда это не... А иногда бывают даже такие случаи, что ты всю жизнь стремишься, стремишься, что-то делаешь, делаешь, и успех он не приходит. Такое тоже бывает. Поэтому смотреть на, например, какие-то там примеры в глянцевых журналах или на телевидении на каких-то успешных людей и думать, что вот у них такая не жизнь, а малина, это немножко неправильно, потому что, ну, как бы, это кажущаяся простота, да. То есть это такая профессия, которая со стороны кажется очень простой, а на самом деле она непростая. И даже когда ты успешный человек, успешный артист, все равно очень сложно, например, совмещать это с семьей, потому что очень много гастролей, график работы, даже когда у тебя не гастроли, все равно ты должен себя всего этому отдавать. Даже просто элементарно съемочный день артист, актера в кино 12 часов. Вот это обычный рабочий день, 12 часов, то есть у обычных людей там 8-9 офисных сотрудников, например. У актера 12 часов, плюс еще дорога туда, дорога обратно, то есть у тебя 14 часов, просто тупо нет дома. И это, конечно, очень тяжело воспринимать, когда у тебя уже, ты уже взрослый человек, у тебя есть там семья, свои дети, своя жена у тебя будет когда-то. Очень сложно жить с творческим человеком, потому что его, во-первых, все время нет дома, а когда он дома, это значит, что у него нет работы, и он там мечется и страдает. Вот, то есть профессия очень-очень непростая, потому что она такая, ну, как бы, эмоционально непростая, и график непростой, все в ней непросто, но при этом она очень интересная, и если она любимая, то это, как бы, тебе такой подарок на всю жизнь, ты будешь всю жизнь заниматься любимым делом, а этот очень дорогого стоит. А в каком фильме вам понравилось больше всего сниматься, и почему? В каком мне фильме понравилось больше всего сниматься? Ой, ну, это сложно, очень сложный вопрос, потому что, во-первых, я, ну, наверное, нечестно было бы ответить на него, как выделить какой-то один фильм, потому что это же работа коллективная с людьми, и, то есть, если я сейчас что-то выделю, люди, которые со мной работали на проектах, на которых я не выделю, они могут обидеться, поскольку, опять же-таки, видишь, профессия публичная, поэтому нужно всегда следить за тем, как бы, что ты говоришь в мир, да? Ты не один, да? Ты, это коллективный труд, например, кино, это, там, не знаю, как минимум 100 человек работает над фильмом, большая съемочная группа, очень много у тебя партнеров, других актеров, поэтому актеры, они, плюс ко всему, должны быть еще очень, как сказать, забыла слово, ну, деликатные, и в том, что они высказывают, да, потому что это задевает иногда чувство коллег, вот, поэтому, для меня, каждый мой фильм по-своему, по-своему любимый, чем-то особенный, чем-то особенен, если можно так сказать, поэтому я не могу выделить какой-то один, для меня все мои работы, ну, ценны, ценны, это все равно частичка моей души, которую я вложила в роль, и это все равно работа с какими-то, с партнерами, с коллегами, которые тоже всегда, ну, всегда общение с людьми, работа с людьми, это тоже всегда ценность, поэтому очень сложно выделить какую-то одну роль, и я не буду этого делать по многим причинам, да и просто потому, что нет у меня такого одной какой-то, я все свои роли люблю, и все работы люблю. Хорошо, а были у вас моменты, когда у вас ничего не получалось, что вы хотели задать? Какие моменты? Ну, у которых у вас не получалось, там, пробиться, или... вы хотели... Когда чего-то не получалось, доминовалом таких моментов, вот у артистов, у актеров гораздо больше чего-то не получается, чем получается, потому что то, что не получается, не доходит до зрителя, зритель не видит неудач, да, а зритель видит только удачи, в основном, ну, 90%, но это не значит, что жизнь актеров состоит только из удачи, это такая вершинка айсберга, а под водой такой большой-большой кусок этого айсберга из проваленных проб, из каких-то неудачных, не знаю, дублей, из каких-то метаний, из самокопаний, когда ты что-то сыграл, тебе не нравится, ты недоволен, ты не хочешь смотреть даже на это, то есть неудач в актерской профессии, в профессии любого творческого человека гораздо больше и очень много рефлексии, да, когда артист, может быть, даже зрителям нравится, а артисту самому не нравится, он хочет по-другому сыграть, мучается, в общем, на самом деле самокопания и рефлексии гораздо больше, чем вот этого самолюбования, да, в софитах, ну, как бы у действительно настоящего творческого человека, поэтому неудачи тоже, конечно же, всегда будут сопутствовать, этого не надо бояться, это нормально, и при первой же неудаче ни в коем случае нельзя отступать, и при второй, при третьей неудаче нельзя отступать, надо просто быть готовым морально к неудачам И стараться не зацикливаться на них, не зацикливаться, переступать и дальше, и дальше, и дальше. Отряхнулся и пошел, отрыхнулся и пошел видеть свою цель. И не депрессировать по поводу каждой неудачи. Хорошо, спасибо. Но у меня больше нет вопросов. Спасибо большое. Больше нет вопросов? Нет. Давай я тебе хоть что-нибудь спрошу. Спасибо. Ну, я знаю, что ты читаешь рэп, как мы уже это выяснили, а у тебя какая-то есть группа единомышленников, или ты соло? И где ты их записываешь, может быть, в ютюбе, где ты выкладываешь? Я нигде не выкладываю. Я обычно сочинял рэп, это на празднике, там, допустим, тёте поздравить её как-то брату. И в этом вот темноте помогал, конечно, придать. Он у меня тоже есть талант, потому что он не читает, а битболский. Битболский. А где-то можно послушать, может быть, у тебя есть записи в Инстаграме? Нет, нет. Мы можем снять. Смотри, у тебя сейчас есть уникальный шанс. Мы можем... Это же твоя страничка, с которой ты сейчас выходишь, твоя личная. Вот, смотри. Давай мы попросим... Нет, не твоя? Моя, моя. Вот. Смотри, мы тогда... Зрители нашего прямого эфира, они могут подписаться на твою страничку. Ты обещаешь в ближайший, например, месяц или два, что-то... Выложить своё творчество какое-то, которое люди могут отценить. Обещаешь? Да. Хорошо. Ну всё, друзья, подписывайтесь тогда на Андрея. Он нам обещает читать рэп. Он начинающий артист. Держите его, пожалуйста. А это будет плохим стартом. Как это всё обычно... Удача в актёрском деле, в артистическом нашем деле тоже очень важна. Иногда достаточно просто, будучи талантливым человеком, попасть внутрь на время в место, и ты можешь как-то прыгать в себя и найти свою удовольствию. Спасибо большое. Спасибо тебе большое за твои вопросы. Спасибо за то, что ты не боялся выйти в эфир прямой. Желаю тебе творческих успехов, Ну и хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо. И вам довольна. Спасибо. Пока. Так, ну что, у нас эфир ещё несколько минуточек продлится. В общем, это были ребята из детских домов Астраханской области. Оба они мечтают быть актёрами, певцами, музыкантами, артистами. Я надеюсь, что я действительно как-то вдохновила их на то, чтобы они не сдавались. И я думаю, что их ждёт наверняка, надеюсь, долгий творческий путь. Надеюсь, я их вдохновила. И вам тоже, надеюсь, было интересно. Я ещё обязательно напишу пост про ребят из детских домов и про фонд Бюро Добрых Дел, который помогает таким ребятам. Потому что помощь взрослым ребятам очень важна. Не только маленьким малышам, но и взрослым тоже, потому что у них свои проблемы. У них там уже не подгузники и колготочки, а у них свои взрослые нужды, свои взрослые сложности, с которыми они сталкиваются, когда выходят из детских домов в реальность. И даже такие сложности, о которых мы не думаем. И нам кажется, что нам даже не приходит в голову это. Я обязательно напишу об этом пост. Следите, пожалуйста, за эфиром, за моей лентой. И я вас очень прошу поддерживать благотворительные проекты, хотя бы просто лайками, комментариями к этим постам. Потому что я понимаю, что благотворительность и помощь другим, особенно сейчас, когда такой бардак в мире творится, это не самое первое, что как бы, не самые первые наши нужды. И поэтому благотворительность очень страдает. Но при этом эти проблемы, они не уходят никуда, они остаются. Поэтому нужно любыми способами, даже не обязательно деньгами, а просто своим вниманием поддерживать. Вот, я вас призываю поддерживать, не проходить мимо. Буду писать, будут, может быть, еще прямые эфиры такие, если вам понравилось, если действительно я получу фидбэк о том, что это стоит делать. Вот, время эфира подходит к концу. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое, что вы смотрели, что вы были со мной онлайн. Я постараюсь этот эфир записать на 24 часа и, может быть, даже в Instagram TV выложить, если я сейчас не сторможу и запишу его. Вот, спасибо большое, друзья. Спасибо ребятам, которые в эфир выходили. Желаю вам хорошего дня. Все, не сдавайтесь там на карантинах. Мы победим все вирусы, всех и все победим, и все будет хорошо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok